Судебные приставы республики совместно с ГУПРК Крымтеплокоммунэнерго продолжают работу по взысканию задолженностей жителей города. За услуги отопления симферопольцы должны миллионы рублей. В среднем каждый неплательщик обязан вернуть предприятию от 7 до 50 тысяч. Понятно, что эта цифра не является месячной задолженностью. Некоторые люди отказываются платить по счетам уже длительный период. Именно поэтому судебные приставы сформировали целый список злостных должников. Сегодня Федеральная служба судебных приставов совместно с ГУПРК Крымтеплокоммунэнерго проводят рейдовые мероприятия с целью повышения эффективности исполнения судебных решений. А именно осуществляется выход по адресам должников с целью проверки имущественного положения. В случае выявления у должников движимого имущества данное имущество будет подвергнуто описи аресту и в последующем будет реализовано на торгах. Улица Конной Армии, Миллера, Дмитрия Ульянова и другие адреса. Выездная группа сегодня придерживалась именно этого плана. В каждом районе отмечены несколько квартир, владельцы которых месяцами не оплачивали счет за тепло. Сотрудников УФССП и ГУПРК Крымтеплокоммунэнерго не пугают даже закрытые двери. В том случае, если человека, которому пришли люди в погонах, нет дома, ему оставят уведомление о задолженности. Мы взыскиваем, подаем в суд на принятие судебного решения, затем получаем исполнительный лист. Исполнительный лист передаем службе судебных приставов. Судебные приставы проводят рейды, поезды, взыскания, ареста имущества, если таковое имеется. Если имеются лечевые счета, банковские карты, все это накладывается судебными приставами арест и взыскивается в пользу тепло. Крымтеплокоммунэнерго. Представители Крымтеплокоммунэнерго подчеркивают, мероприятия подобного характера будут продолжаться до тех пор, пока население не рассчитается с долгами. Дело необходимо довести до конца, ведь финансовые потери мешают предприятию начать подготовку к грядущему отопительному сезону. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей ТВ.